Совершенно секретно. Герман Готт, германский военачальник, генерал-полковник, принимал участие в кампаниях Второй мировой войны, известных победами во Франции и на Восточном фронте. Командовал 3-й танковой группой Вермахта в составе группы армии «Центр» с июня 1941 по июнь 1942 год и 4-й танковой армии с июня 1942 по декабрь 1943 года. После поражения Германия был осужден трибуналом и приговорен к 15 годам лишения свободы. Начало карьеры. В 1896-1904 годах учился в кадетском корпусе. Начал военную службу 27 февраля 1904 года Фенрихом, кандидат в офицеры в 72-м пехотном полку. С января 1905 года лейтенант. В 1910-1913 годах обучался в военной академии. С января 1912 года обер-лейтенант. С апреля 1914 года в генеральном штабе. Первая мировая война. С началом войны направлен штаб 8-й армии. В 1915 штаб 10-й армии. С ноября 1914 года капитан. В сентябре 1914 года награжден железным крестом второй степени. А в августе 1915-го 1-й. В 1916 году в течение месяца командовал пехотным батальоном. С октября 1916 по август 1918 год в штабе военных вздушных сил. С августа 1918 года начальник оперативного отдела 30-й пехотной дивизии. Помимо железных крестов получил еще пять орденов, включая турецкий, австрийский и болгарский. Между мировыми воинами. В 1919 году капитан Гот командовал ротой добровольческого корпуса генерала Меркера, сражавшимся против немецких большевиков. С конца декабря 1919 года на службе в Рейхсфере. В 1920 году командир пехотной роты в декабре 1920 года направлен в военное министерство. С 1923 по 1925 годы начальник оперативного штаба 2-го военного округа. С 1924 года майор. С 1930 по 1932 начальник оперативного штаба 1-го военного округа Берлин. С февраля 1932 года полковник. Вторая мировая война. Во время польской кампании командовал 15-м армейским корпусом, награжден планками к железным крестам и резервским крестом. Во время французской кампании командовал танковой группой ГОТ. По итогам кампании произведен в июле 1940 года в генерал-полковнике. С ноября 1940 года командующий 3-й танковой группой одной из двух танков армии группы «Центр». Сторжение в СССР. В ходе операции «Барбаросса» 3-я танковая группа ГОТа наряду со 2-й танковой группой Гудериана была основной ударной силой группы армии «Центр». Историческая справка. Третья танковая группа была создана в ноябре 1940 года во время вторжения в СССР. Была одной из двух танковых групп в составе группы армии «Центр». Состояла из двух моторизованных корпусов 39-й и 57-й и двух армейских корпусов 5-й и 6-й. Состав. На 22 июня 1941 года 39-й моторизованный корпус состоял из 7-й танковой дивизии и 20-й танковой дивизии, 14-я и 20-я моторизованные дивизии. 57-й корпус состоял из 12-й и 19-й танковой дивизии и 18-й моторизованной дивизии. Пятый армейский корпус состоял из 5-й пехотной и 35-й пехотной дивизии. В состав 6-й армейский корпус входил 6-я пехотная и 26-я пехотная дивизии. Группа ГОТА наступала через Белоруссию в направлении Москвы. 28 июня был взят Минск, 11 июля – Витебск. В июле 41-го награжден дубовыми листьями к рыцарскому кресту. На время болезни командующей 9-й армии генерал-полковник Штрауса с 20-х честни августа по 5-е сентября исполнял обязанности командующей армии. В октябре 41-го года год назначен командующим 17-й армии. С мая 1942 по ноябрь 1943 год командующий 4-й танковой армией. В сентябре 1943 года награжден мечами к рыцарскому кресту с дубовыми листьями. С декабря 1943 года в резерве главнокомандования, фактически в отставке. После войны. 8 мая 1945 года взят в плен американскими войсками. В октябре 1948 года приговорен к трибуналам к 15-ти годам заключения. Выпущен на свободу в апреле 1954 года. Перед своей смертью написал мемуары под названием «Танковые операции». Награды. Железный крест 2-го класса. Железный крест 1-го класса. Орден Королевского дома. Крест за военные заслуги. Крест за военные заслуги 3-го класса. Орден за военные заслуги. Нагрудный знак за ранение черный. Почетный крест Первой мировой войны. Пряжка к железному кресту 2-го и 1-го класса. Рыцарский крест железного креста с зубовыми листьями и мечами. Нагрудный знак за танковую атаку в серебре. Пять раз упоминался вермахт-берихт. Боевой путь танковой группы ГОТА. 22 июня 1941 года в составе группы армий «Центр» наступала в Литве на Вильнюс. После взятия Вильнюса 24 июня моторизованный корпус 3-го танковой группы повернули на Минск, обходя основные силы Советского Западного фронта с севера. 28 июня соединились с 3-й танковой группой, прорвали линию Сталина и ворвались в Минск. В июле 1941 года соединились с 3-й танковой группой, взяли Витебск и продвинулись до Смоленска. Обвышли Полопс и заняли Невель. Затем сражались за Великие Луки. 10 октября 1941 года захватили город Сычевка. 10 октября 1941 года 41-й моторизованный корпус 3-й танковой группы начал наступление на Калинин. За подвижными соединениями продвигались пехотные дивизии. 12 октября 1941 года передовые моторизованные части подошли к Калинину. 16 октября 1941 года 3-я танковая группа частью сил 1-я танковая дивизия и 900-я моторизованные бригады и часть сил 36-й моторизованной дивизии начало наступление из Калинина в северо-западном направлении на Торжок, которая прикрывалась только 8-й танковой бригадой и мотоциклетным полком состава группы генерала Ватутика. 17 октября 1941 года 3-я танковая группа развивает наступление в направлении Торжка. 19 октября 1941 года части 1-й танковой дивизии 3-й танковой группы, двигавшейся из Калинина в сторону Торжка, вынуждены были отойти в связи с появлением на дороге перед Торжком крупных сил советских войск. 20 октября 1941 года 3-я танковая группа отозвала свои части, посланные в направлении Торжка и задействовала их в боях с советскими войсками, атакующим Калинин. 23 октября 1941 года удары советских войск по районе Калинина вынудили командующей группы армии «Центр» генерал-фельмаршала фон Бока направить войска к директиву о приостановке наступления 3-й танковой группы через Калинин. В наступлении на Москву соединения 3-й танковой группы вышли на канал имени Москвы в район Яхрамы. 1 января 1942 года перевернуло на 3-ю танковую армию. Продолжение следует... Продолжение следует...